МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Как всегда, благодарю тех, кто пишет комментарии под моими монологами. Интересно. Это я не лицемерию, не иронизирую. Интересно. Да, я достаточно много времени провожу за чтением комментариев и размышляю. Они, некоторые из них, провоцируют на размышления. О музыке, о жизни вообще, о ее смысле, о том, чем мы с вами занимаемся все, бесконечно слушая музыку под условным названием рок, джаз и все остальное. Ну и спасибо, конечно, тем, кто материально поддерживает канал. Это никогда лишним не бывает. И, в первую очередь, это очень приятно, конечно. Вне зависимости от количества денег, это приятно и мило, я бы так сказал. Очень люблю британский рок, как и вы, наверное, тоже. Помимо джаза, помимо панка, помимо авангарда и разных прочих музык. Очень люблю британский рок, 70-х годов, особенности начала 70-х, конец 60-х. Блюз английский люблю, блюз-рок. Что странно, потому что я с ума схожу на черном блюзе, на настоящем, на аутентичном, скажем так. Но британский блюз-рок, он обладает своими кайфами разнообразными. И много раз я говорил про группу Прокл Харум. Говорил о том, что она является одной из моих самых любимых групп, играющих сложный рок. Рок, не просто рок-н-ролл, да, а сложный рок, такой, наравне с Муди Блюз. Две любимых группы, да, я повторяюсь, Де Муди Блюз и Брукл Харум. Но, что не исключает моей есамании застарелой и хорошее отношение к разным прочим группам. Так вот, Брукл Харум как раз на раннем своем этапе, пока в группе играл еще Робин Травер, они соединили в своей музыке и вот эту сложную, такую квазисимфоническую историю, европейскую музыку, там, чуть ли не средневековую и прочее, 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 прочее. И вот тот самый британский блюз, который Робин Травер играет до сих пор. Масса пластинок у него вышла, масса пластинок у меня есть дома Робина Травера. Я, конечно, кое-что из них покажу. Ну, все, наверное, вряд ли, потому что их очень много и очень много другой музыки, очень много других пластинок интересных. Прости, Робин Травер, прости, дорогой, я обожаю. Кстати, Костя Кинчев очень любит музыку Травера. В магазине мне сказали, что когда я покупал там последний альбом Травера, по годам, я имею в виду, мне мой друг Артем сказал, а вот только что Костя захотел, тоже смел все, что было Травера. Это что я его коллекционирую. Альбом Home я хочу продемонстрировать. 1970 год. Хорошая пластинка, как говорят меламаны. Хорошая, хорошая. Но я могу сказать, что это единственный альбом. Да, про Клхарум я могу слушать в любое время, в любом состоянии, по любому поводу. И всегда эта музыка проникает в меня, она мне нравится очень, она резонирует с моим внутренним миром, мирком небольшим моим. Но вот Home это единственный альбом, который я иногда слушаю с удовольствием, а иногда не могу его слушать вообще напрочь, просто месяцами и едва не годами. В последнее время годами. Я не слушал года три, наверное, эту пластинку, переслушал, недавно решил о ней поговорить, потому что я хочу все пластинки про Клхарум показать. Для тех, кто не знаком с этой группой, это будет полезно. Меня многие спрашивают, что вообще, чем ты занимаешься, показываешь пластинки в Ютьюбе. Показываю для тех, кто не знает, не знаком, не слышал какой-то хорошей музыки. Вот он увидит, послушает мои разговоры, рассуждения, возьмет, да и познакомится с этой музыкой. И это пойдет ему на пользу наверняка, в любом случае. Понравится, не понравится, это не играет роли никакой. Так вот, Home, 70-й год. Вот, состав немножко изменился после грандиозной эпопеи под названием Салтидок. Ролик есть в плейлистах, посмотрите. Пришел новый старый бас-гитарист, а именно Крис Коппинг. Новый старый, почему новый? Новый, потому что он пришел в группу, а старый, потому что он играл в группе Paramounts, которая существовала до Прокл Харума. И здесь практически почти состав группы Paramounts образовался. Может быть, поэтому пластинка называется Home. Все вернулись домой. Группа Paramounts снова почти в исходном составе собралась. И записала удивительный альбом, который даже на такого маньяка группы Прокл Харум, как я, оказывает двойственное воздействие. Двойственное такое, что иногда не могу его вообще слушать. Почему? А вот потому. Объясню. Вот такие вот, вот так вот выглядели музыканты Прокл Харум в то время. На тот момент времени, на момент записи альбома. То есть, кого мы видим? Мы видим веселок, хохочущих, машущих руками, показывающих пальцами, строящих рожи. Даже Трауэр, который играл и играет музыку достаточно такую грустную, погруженную в себя. Даже он, открыв рот, тут хохочет. Не говоря уже о Китти Рэйде, бачочках, авторе текстов. Вот он. Это такое первое впечатление. Да, вот откроет человек, вкладку посмотрит. Ой, какие веселые ребята. Наверное, сейчас будет рок-н-ролл. Не будет рок-н-ролл. Это самая-самая мрачная пластинка из всего творчества Прокл Харум. И, может быть, самая мрачная из всей английской музыки начала 70-х годов. Потом там много наворотили, конечно, ужасов разнообразных. Но на тот момент времени, в 70-м году, это, конечно... Музыка называется «Ложись да помирай». Настолько она угрюма, настолько она чернушна просто. Вот настолько, что... Не могу даже слушать ее часто. Да. Одни названия песен чего стоят. Ну, «Well and Stories», во-первых, я хочу упомянуть, конечно, полотно. Которая находится на второй стороне, предпоследняя. Это эпическое такое произведение. Одно из самых эпических, наверное, полотен Прокл Харум. Целая такая мини-симфония. С ревущей гитарой Робина Трауэра, которая играет восходящие такие фразы, которые, в принципе, по идее, должен играть симфонический оркестр полный. Полная струнная группа с духовыми. Вот эти вот... Такая лестница, которая тащит нас вверх. Хотя песня тащит нас вниз, потому что «Well and Stories» – это такая, ну, как бы... Китобойная эпопея. На самом деле, это просто в чистом виде о конце света. Чистый такой конец света. И настолько... И текст ужасен. Все умерли. И вознеслись к ангелам. А те, которые не вознеслись, те встретили ангелов здесь, прямо рядом. Да. И музыка подчеркивает этот кошмар, весь написанный Кейтом Рейдом. Настолько она страшна, настолько она грандиозна. Убойные эти самые клавиши двух видов. Фортепиано и орган. Гитара Траура, я уже сказал, ревет, как какой-то дикий бешеный зверь. При этом не ревет, как в хард-роке. Там... А она такая. Вот конец света пришел. Здрасте, мы его видим. Очень все хорошо. Пигги... Пигги-пик-пик. Предыдущий номер на второй стороне. Это просто адский ад. Это сумасшествие фортепиано Гарри Брукера. Видимо, препарированное фортепиано, потому что звук такой, как будто эти самые канцелярские кнопки вдавили в молоточке. Бешеная гитара, опять же, совершенно. Что странно для такой вот изысканной барочной как бы музыки про колхорома. Здесь Робин Трауэр оттянулся на все сто на этом альбоме. Это очень гитарный альбом. При этом это все вот такое... Такой готик-барокко, я бы сказал. Готическая музыка в стиле барокко. С хард-роковой, блюз-роковой гитарой. Вот что это такое. И барабанщик здесь в Пигги-пик-пик молотит по томам так, что если слабые какие-то нехорошие колонки, динамики могут не выдержать, потому что там такой... Такое просто какой-то... Какой-то град, камнепад какой-то в барабанах страшный. Ну, начинается вторая сторона с Баньяд Стори. Печальная фортепианная пьеса, которая говорит нам о том, что скоро все умрут. А в Уэллен Сторис-то все умирают, конечно. А здесь так вторая сторона начинается вот так... Задел такой, что недолго вам осталось, братцы. В конце диска You're on Choice все-таки немножко как-то повеселее, потому что предполагается, что умерли не все, а кто-то еще выжил, и следующие пластинки Проколхарм будет еще кому покупать. Поэтому немножечко, так сказать, бодряка поддержим. Ну, а начинается альбом с Whisky Train. Блестящая песня. Единственная, наверное, которая более-менее бодрит, потому что это в чистом виде ритм-н-блюз английский, очень тяжелый, весь на гитаре Робина Травера, с такими моторными барабанами. Cowbell все время гремит, просто отчитывая доли. И Травер играет блестящее соло, блестящую, даже не соло, а блестящую партию. Это даже не ритм-н-блюз, это какой-то такой хард-брит-блюз. Очень здорово, очень мощно и втаскивает в эту пластинку и думает, что, ну, дальше будет так же все. Вот так же все будет дальше, как в Whisky Train. Но нет. The Dead Man's Dream. Я тут о названиях песен вначале говорил, да. Мечты мертвого человека, да. Дальше будет у нас About To Die в конце стороны. То есть все о смерти. Состав здесь изменился не просто так, потому что ушел Мэтью Фишер, гениальный аранжировщик, гениальный органист, который играл на ранних альбомах про Колхару. Прекрасный певец, изумительный композитор, у которого очень хорошие сольные альбомы, и который замечательно пел и играл на и на предыдущей пластинке, и раньше. Замечательный музыкант. Он ушел, одна из причин, как говоришь, он не выдержал больше текстов Кейта Рейда о бесконечных трупах, могилах, конце света, как мы видим здесь в Элленс Торрис, смерти, покойниках и страшной судьбе, которая над всеми нами нависла, включая музыкантов. Он сказал, хватит, ребята, я пойду играть другую музыку, я больше это слышать не могу. Ну, это одна из версий. На самом деле, музыканты просто так не расходятся, всегда есть несколько причин. Тем не менее, я вполне допускаю, что такой светлый и тоткий человек, как Мэтью Фишер, по крайней мере, в музыке, не вынес этого безумия черного. Ну, после «Виски Трейн» «The Dead Man's Dream», как я уже сказал, мысли мертвого человека, который умирает и просыпается в морге. Все хорошо, все как надо. Это такой реквием, не реквием наиграл Гарри Брукер, а что-то такое уже действительно. Если говорить о готик-роке, то отец готик-рока, это, конечно, Гарри Брукер с этим альбомом. То есть, настоящая, не какая-то там готика с размалеванными лицами в черных одеждах, нет, это такая серьезная, это «Well and Stories», послушайте, все станет понятно. «Still There Be More», следующая песня, она хоть и ужасна по посылу, по своему, но по музыке она немножко повеселее, с хорошим очень гитарным соло, опять-таки, в конце, ближе к концу. Травер здесь, это его бенефис практически в «Procl Harms». Так много он не играл ни на одном альбоме. Ну, и она живенькая все-таки. Хорошая, веселенькая. Ну, а дальше пошло уже «Ложись и помирай», «Nothing That I Didn't Know». Печаль, печальная, страшная и тяжелая. Ну, и «About to Die», все про смерть, все про смерть и музыка соответствующая, все. Я не знаю, что сподвигло музыкантов на запись этих песен. Они очень музыкальные, они очень, да, как я уже сказал, барочные, красивые, готичные, готические. Вот это все, вот те, кто любит вот этот ложный пафос такой, получат неземное наслаждение. Те, кто любит проколхарум, тоже получат наслаждение, но злоупотреблять им я не советую, потому что мысли черные к тебе придут, приятель. А, как сказал Пэт, кульмысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». «Женитьбу Фигаро» я не буду пересчитывать, я пойду откупорю что-нибудь и выпью за проколхарум. Несмотря на все то, что, на все эти мерзости, которые я тут рассказал, группа, это замечательно, я ее очень люблю и никогда ее не брошу, потому что я хороший. И он хороший. все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok